МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное за день. Медик-аферист, полена правосудия и женская месть. Нет, они у меня слетают, мне неудобно работать. Как ветеринары бережливому производству на авиазаводе обучались. Для меня это каждый раз перебарывание страха. Экстремальный театр. В Улан-Удэ пройдет спектакль с участием цирковых артистов. В эфире новости на АТВ. Меня зовут Мариам Восканян. О самых заметных событиях республики расскажем вам в ближайшие полчаса. Начнем с главного за день. Сегодня ночью в 113-м микрорайоне в горячей квартире погибла женщина. Предположительно причиной пожара стала сигарета. Обстоятельства еще выясняются. Житель Бурятии проломил голову субутыльника поленом. В полицейском участке нападавший сам признался в избеении и даже извинился перед пострадавшим. Обидчик купил выпивку избитому мужчине, после чего и получил прощение. Через пару дней пострадавший обратился в больницу и там ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В суде за выпивку не прощают, поэтому его признали виновным и дали 4 года заключения. Еще одна пьяная история произошла в Джидинском районе. Женщина после ссоры со своим мужем решила отомстить и вызвала на него все спецслужбы. После того, как их дома приехали машины скорой, пожарной и полиции, женщине выписали штраф. Заложный вызов. Вода все. В Октябрьском районе на сутки отключат холодную воду. Запасаться пятилитровками нужно на 18 и 19 августа. Полный список адресов вы видите на экране. В Луануде разгвардейцы нашли наркомана по запаху. Правоохранители проезжали мимо подворных построек на улице Павлова и почувствовали специфический аромат от одной из кладовок. Там мужчина изготавливал наркотики. Естественно, его сдержали. 27 июля в Крумканском районе из берегов вышла река. Уже подтопило пять сенокосных угодий и две надворные постройки. Но если уровень воды не перестанет повышаться, пострадают еще 22 жилых дома. В районе ввели режим повышенной готовности. В Мухаршибирском районе медик оформил кредит на своего пациента. Женщина воспользовалась персональными данными из базы и взяла микрозайм на 13 тысяч рублей. Афера не удалась, свою вину она признала и уже вернула деньги. Треничок на дороге водитель маршрутного авто на трассе Байкал не рассчитал расстояние и врезался в Хонду, которая в свою очередь протаранила Лексус. Никто не пострадал. На другим темам. Каждый руководитель мечтает о наибольшей выручке с минимальными потерями. Этому вопросу посвящены сотни или даже тысячи книг. Но ни один учебник не заменит практического опыта. Как не потратив ни рубля оптимизировать свое производство, узнавала Дэнсима Юшеева. Мы находимся на авиационном заводе. Здесь расположена учебно-производственная площадка «Фабрика процессов». Сегодня сотрудники ветеринарной службы будут собирать пульт управления регулятора добавления газа. На самом деле это абсолютно ненужная для вас компетенция. В процессе сборки этой детали вы будете осваивать принципы и инструменты бережливого производства и тут же видеть, как откликается в практической деятельности на площадке то или иное изменение. Бережливое производство – это грандиозный по своей эффективности набор инструментов. Сотрудников одного предприятия помещают незнакомые для них условия работы. За определенный срок они должны справиться с поставленной задачей. У нас мало времени, стоит план, мы должны сделать 10 изделий. Начинаем, коллеги. Две, две. А что сразу-то подзывается, когда она подзывается? Я вторую часть попросил. Скажу по секрету, в первую смену столы и оборудование расставлены максимально неудобно, для того, чтобы сотрудники смогли сами обнаружить потери и оптимизировать все процессы. По окончанию смены работники обозначают проблему и ищут пути их решения. Дальше вы хотели сказать, что инструмент лишний. Да. Лишний. А что плохо-то? Пусть лежит. Ты специализируемый инструмент. Мешает. Еще что? Место загораживает. Место загораживает, мешает. Еще какие могут быть проблемы? Она может пригодиться в другом месте. О, Жанна сказала, экономически невыгодно. В процессе сборки какая у вас была функция? В процессе сборки у меня был сбор насоса газовой подачи. И наш процесс определен на 9 участков, где мы видим, что если один участок у нас не отработал или неправильно собрал инструмент, данный насос, то уже в конечном итоге у нас не получится результат нашей работы. Это первая учебная площадка, открытая в ДФО. Здесь работают 5 сертифицированных тренеров. Они уже обучили порядка 800 человек. В процессе сборки пульта управления регулятора давления газа команда в течение 8 часов изучает принципы и инструменты бережливого производства. И уже не важно, где работают представители предприятий, организации. Это может быть производство, офис. Можно уже на практике применять все те приемы, которые позволят видеть потери, которые позволят применять те упражнения и техники, видеть первопричины, расставлять приоритеты. Обучиться бережливому производству без дополнительных затрат могут специалисты исполнительных органов власти, а также работники предприятий, участников национального проекта «Производительность труда». Он реализуется при поддержке Министерства экономики Бурятии. Дансамай Ишеева, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ. А теперь к новостям культуры. Что получится, если объединить цирк и театр? Скоро мы это узнаем. Коллаборацию драмы и акробатических трюков явят большому зрителю артисты цирка Бурятии. Режиссер спектакля «Замлайф» Олег Юмов. Примера настолько долгожданная, что на нее приедет сам Эдгард Запашный. Как артисты готовятся к выступлению, увидел Александр Зуев. В Улан-Удэ 2 августа начнется показ спектакля «Замлайф». Уникальность постановки в том, чтобы рассказать зрителю единую сюжетную линию при помощи образов и акробатических трюков. Для меня это каждый раз перебарывание страха. Это новый для нас опыт. Здесь вмещена драма и цирковое искусство. Для меня, на мой взгляд, это будет интересно нашему зрителю. Ирина работает в цирке уже три года. До этого она занималась 9 лет спортивной гимнастикой. Несмотря на это, эмоции от трюков испытывает, как в первый раз. Я буду выступать, это будет барная стойка, где мы будем отдыхать в ночном клубе, будет ночная жизнь. И мы вот будем прыгать в альтиш. Вам не страшно вот так вот прыгать и запрыгать? Нет, страшно, очень страшно. Когда особенно без страховки, это же все все равно делается без лонжи. Очень страшно. Голова не кружится? Нет, не кружится. Суть постановки – рассказать о жизни современного человека. Одна из главных ролей досталась Екатерине. Как заверяет актриса, зрители проникнутся ее эмоциями. Основная моя роль – это роль домохозяйки. Блог, дом, семья. И вот все страдания, горести, радости, которые есть в семейной жизни женщины. Я погрузилась очень сильно в свою роль, пережила ее внутри себя. Покажу зрителям все эмоции, спектр эмоций. И думаю, у меня такая очень драматическая роль. И зрители проникнутся. Посмотреть постановку в Бурятию приедет директор Большого московского цирка Эдгард Запашный. Режиссер спектакля Олег Юмов. Зрелище обещает быть грандиозным. Возрастное ограничение – 16+. Александр Зуев, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Не переключайтесь, вот о чем мы расскажем после короткой рекламы. Я вообще всем знакомым говорю, время тянуть нельзя, время терять нечего. Если есть возможность, идите в сельское хозяйство. От депутата до фермера. Как заработать миллионы на сельском хозяйстве? Супруга или муж, они одни на всю жизнь? Как вы считаете? Ну, верно. Эка, как она ляжет, эта карта, никто не знает. От кого рожать детей? Новый выпуск «Улану Дэлайф». У «Оптика СССР» жаркие скидки. До 50% на солнцезащитные очки и линзы для очков. Создай свой новый мир в очках от «Оптика СССР». Будьте яркими. Будьте стильными. Покупайте очки выгодно и приятно. Ваша «Оптика СССР». Продолжаем выпуск. Наверное, многие из нас мечтают открыть свой бизнес и перестать работать на дядю Баира. Одни хотят иметь свой ресторан, другие магазин. А вот герой следующего сюжета управляет целой фермой. Наш корреспондент Александр Зуев съездил в Мухашибирский район и узнал, как заработать на сельском хозяйстве. Я родился в селе Кижинга. Много лет работал в Хоринском районе. Вот по превышению Галинси-Багдажина я приехал, работал с 2005 года. Ким, откуда такое имя, это через коммунистическую, коммунистическую, интернациональную молодежь. Вот до этого сокращенно Ким получается. Ну, как бы ни говорил, я все-таки сельхозник. И мне здесь нравится работать, потому что все-таки это свой бизнес. Я смотрел на Росстате, что у вас прибыль чистыми в прошлом году составила 22 миллиона, по-моему, может быть, чуть больше. Ну, это 20 миллионов рублей без, скажем, потому что мы в прошлом году 600 голов племенных телок не смогли продать в Казахстан. А если вот 600 голов продали, то плюс к этому 750 голов бычков продали, конечно, намного больше были бы прибыли. Так, такого у нас в деньгах больших проблем нет, потому что, я уже сказал, мы кредитов не берем. Зарварную плату работаем, выплачиваем ежемесячно. Задолженности по налогам сбора у нас не бывает. Ну, так что, работаем на прибыль, и прибыль на работу. Здесь вот у нас есть диплом Французской Республики. В свое время на нас вышла торгово-промышленная палата Французской Республики. Я не знаю, где нашли наше хозяйство, но наших пригласили. Платим зарплату 45 тысяч рублей на одну стоянку, так будем говорить, потому что здесь стоят 225 коровы, коровы, то на одну корову платят 200 рублей в месяц, и то получают 45 тысяч рублей. Я считаю, что это очень хорошая зарплата. Вообще в сельском хозяйстве господдержка очень много. Мы в свое время воспользовались этой поддержкой. Мы купили племенных телок, нам вернули 90% компенсирования затраты. Алексей Самбович, я всегда считал, считаю, что он всегда готов к диалогу. Два раза он к нам в наше хозяйство заезжал, два раза у нас был. О развитии предприятий и решении проблем фермеров глава Бурятии высказался в своей статье «Сельское хозяйство – это про землю наших предков». Каждое решение правительства по сельскому хозяйству предполагает ответ на вопрос. Жители сельских районов Бурятии получат пользу от того или иного решения. Им будет проще жить на своей земле, где сотнями лет жили их предки. Если руководствоваться таким подходом, то все получится. Сельское хозяйство республики может успешно развиваться. Я вообще всем знакомым говорю, время тянуть нельзя, время терять нечего. Если есть возможность, идите в сельское хозяйство. Сельское хозяйство на сегодня более востребованное отрасли. Если нормально будешь работать, если толком головой будешь работать, всегда прибыль будешь, всегда на столе будет еда, питание, еда и деньги, все проще будет. Просто надо маленько приложить руку, надо и работать. Например, ты имеешь, скажем, грубо говоря, 120 голов коров. Ну, скажем, кто голов оттерелись, значит, 50 голов, грубо говоря, у тебя тёлки, 50 голов бычки. Ну, 50 голов через год ты можешь сколько денег делать, потому что через год этот бычок будет стоить, скажем, грубо говоря, мясом 50 тысяч рублей. Это же деньги. 50 голов, ну, 2 миллиона 500 тысяч, до чего ещё тёлки остаётся? Ты же будешь чёртёлку продавать-то, там тоже большая прибыль-то. Так что, кто работает в жертвовом вонсе, всегда будет с деньгами. Выбор своей второй половинки – это всегда сложно. Все мы люди разные и привлекают нас в такие же разные личности. Но как же всё-таки понять, с кем можно построить счастливую, крепкую семью и воспитать детей? Юлия Туманова спросила об этом у горожан. Ответы в новом выпуске «Улан-Удэ-Лайф». Всем привет! Меня зовут Юля, мне 27 лет, и я ещё ни разу не была замужем, и у меня нет детей. Но я не заморачиваюсь по этому поводу, потому что, как говорила моя бабушка, найдётся дурак, растерится у ворот. Но сегодня мы решили узнать у горожан, как понять, что это именно тот человек, от которого ты бы хотел иметь детей. Поехали, узнаем! Как определили, что всё, вот он – моя судьба? Ну, не знаю, увидела молодого человека второй раз, вот как-то ёкнула сразу в сердце. Как он относится к своей матери? Тогда узнайте, как он будет относиться и к вам. А вы знаете, это на уровне интуиции. Я вижу, вы не второго пяти сидёте спокойным шагом. Расскажите нам, пожалуйста, у вас есть вторая половинка? Есть. Как вы определили, мужчина, что это та женщина, от которой вы бы хотели иметь детей? Кто? Какая? Не знаю, как ответить на это. Ну, как определить определённое промежуток времени прожить? Кто подсказала? Ну, случай кто? Ну, больше как это назовёшь? Судьба, наверное, а не случай. Не, точнее, будет случай. А, женщина? Да. Я не знаю, наверное, женщина. Это что, телевизор вылезет, да? Да. У вас у друга есть, да? Жена, жена убьёт. Да ладно, внуки тоже. Как определить-то, любовь-то она? Тут любовь, там любовь. Ну, я думаю, что отношения – это не то, что даётся свыше, то, что это то, над чем надо работать? Не знаю. Наверное, если спасибо большое вам за денежку. Ну, как этот парень, если она будет мне деньги приносить, то, в принципе, да. Супруга или муж, они одни на всю жизнь? Как вы считаете? Наверное. Как она ляжет, эта карта, никто не знает. Сегодня в Несте, а завтра в Русь, кто её знает. О-о-о-о-о-о. Какие ответики у нас. Хорошо, что супруга рядом сидит. Любовь, она одна? Надеюсь, да. Пошёл я к ней что-то ремонтировать, так и я остался. Всю жизнь ремонтирую. Ну, так вы любите свою супругу-то? Я же всё правильно поняла? Вы супруга. Да? Супруга там нас не смотрит по телевизору сейчас, да? Всё хорошо. Как мы сегодня поняли, определить ту самую или того самого, от которого хочешь родить детей, вам подскажет ваша интуиция. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Юлия Туманова, Олеся Сергеевич, телекомпания АТВ. В нашем эфире всегда много интересного о необычных местах и удивительных людях Бурятии. Также мы есть в социальных сетях. Подписывайтесь на телеграм-канал АТВ по QR-коду на экране. Ну, а сейчас не переключайтесь. Впереди ещё один интересный сюжет. С вами была Мариам Восконян. Увидимся. Давно мечтали о шубе? Сейчас самое время её приобрести. Одна из крупнейших выставок шуб от производителя с обновлённой коллекцией «Вновь у Лан-Удэ». И готова радовать дам шикарными изделиями, большими скидками и выгодными акциями. Ангелина Сэм уже 20 лет на рынке России и хорошо известна покупателям. Каждая шуба имеет персональный паспорт Пятигорской фабрики. Цены напрямую от производителя и широкий размерный ряд. Уйти без покупки будет сложно. Как говорится, готовь шубу летом, ведь именно сейчас у тебя есть возможность приобрести любое меховое изделие со скидкой до 70%. Уверяем, каждое найдёт меховое изделие по душе. На ярмарке больше трёх тысяч моделей. Норка, благородный мутон, для ценителей классики, писец, кёрли и другие виды меха. Сертификации и гарантия качества два года на все изделия. Забрать шубку вы можете сейчас, а платить потом. Для клиентов действует рассрочка на 36 месяцев. Между прочим, без первоначального взноса и переплат. А если у вас есть шубка, которую носить уже не хочется, меняйте её на новую со скидкой до 50 тысяч рублей. Изделия, полученные по акции, компания даёт в дома ветеранов. Успейте выбрать свою идеальную шубу. Лучшие меховые изделия будут ждать вас до 7 августа, включительно в культурно-спортивном комплексе. Адрес строителей 72. Улан-Удэ Стальмост Каждую минуту один ребёнок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Покупай вагонку смело. Вот решение проблемы. Полистрой деталь. Деревянная мебель, двери, сухая столярная доска. Для дома, офиса и стройки. Телефон 69-33-33. Полистрой деталь. Деревянная мебель, двери, сухая столярная доска. 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 Продолжение следует...